всем привет с вами ваш переводчик асулхан я еще раз хочу напомнить всем что мне пришлось удалить все мои видео с нашего канала также до конца месяца я нахожусь на испытательном сроке еще хочу сделать небольшое объявление так как совсем скоро состоится концерт димаша в алмате диас готовит ему подарок если вы хотите в этом поучаствовать то вся информация будет на телеграм канале ссылку я оставлю в описании также подписывайтесь на наш телеграм-канал у нас там есть чат люди общаются ознакомятся и также они участвуют создание контента именно формат этого перевода зависел допустим от опроса который я делал на нашем телеграм-канале всем приятного просмотра всем привет это ваш переводчик асулхан за пять лет я пересмотрел множество реакций и что меня всегда удивляет всегда в любой песне димаша можно найти то чего ты еще до этого момента не замечал эта девушка которую зовут лоли как раз таки это нашла давайте смотреть привет мои прекрасные я фэри войс мада и сегодня я буду делать реакцию на единственного и неповторимого димаша кудайбергена с песней о томас кун неужели что то чего мы еще не говорили о димаше сейчас мы это выясним это выступление является одним из самых популярных запросов мне еще сказали что там будет очень высокая нота а меня это уже и не особо удивляет потому что он делает это на постоянной основе это чисто его тема брать ноты причем все ноты а может это не просто высокая нота а непостижимо высокая нота я пойму это когда услышу ее давайте уже приступим сейчас мы будем смотреть это вместе с вами и анализировать это как будто бы под микроскопом и конечно же большую часть сказанного я оставлю на потом иначе это видео будет длиться целых два часа потому что о нем можно говорить вечно он меня еще никогда не разочаровывал и думаю сегодняшний день не станет исключением я не могу смотреть на димаша без моих очков потому что не хочу упустить из виду его гортань которая просто будоражит меня я просто не могу упустить ее малейший подъем наклон и для снижения вот это толпа а все это а а а а не а а итак здесь гортань находится под наклоном и это хороший способ добавить эмоциональную хрупкость потому что когда вы наклоняете свою гортань вы как будто бы плачете кстати это иногда называют плачущей позиции в общем плач рыдание это наклон гортани вот что это такое и что самое крутое когда поешь в этой позиции это напрягает мышцы в удобном устойчивом месте это означает что открывая голосовые связки и закрывая их можно получить разные голосовые свойства без изменения позиции без необходимости переключаться на фальцет очевидно что здесь он поет нижним саптоном но я уверена что чуть позже он привлечет плотные закрытые голосовые связки примерно до вот такого звучания у димаша очень большой выступ гортани то есть кадык в простонародье и это помогает ясно увидеть что там происходит поэтому делать на него анализ это просто мечта у женщин гортань немного скрытно для невооруженного глаза а вот здесь все как на ладони дальше шутку у вас вместо вот этого это очень тонкий маневр но он делает всю разницу вот это и делает певца лучше разнообразие позиции лично я так думаю преимущественно здесь это вверх и назад а потом вперед кстати лоли очень хорошо поет я оставлю ссылку на ее канал где она тоже делает камеры и по сравнению со всеми реакторами кто делает кто пытается имитировать пение димаша мне кажется лоли находится ближе всех это так легко для него как нам просто дышать в самом начале его рука вообще лежит на грудной клетке практически закрывая солнечное сплетение а оно должно быть открытым потому что это помогает петь да в любой книжке по вокалу вот такая поза как у него будет перечеркнута большим красным крестиком просто так никто не делает внимание внимание это акт не повиновения я пойду далеко насколько это возможно против традиционной вокальной педагогики потому что это все чушь собачья и у меня есть доказательства моих слов это димашку де берген и все мы любим этого проказник и он продолжает свои проделки он и в сидячем положении поет это идеально как ни в чём не бывало а а здесь у нас более напряженный вокальный процесс просто посмотрите на это великолепное нарастание напряжения воздух поднимается и преобразуется более плотными голосовыми связками это значит что он будет звучать насыщеннее и весомее похоже мы приближаемся к этой призрачной высокой ноте и в принципе он уже сейчас может отправить нас в чертовой старой женщине у которой есть внуки а а а а похоже это случится сейчас а я не готова не смей так делать у нас ложная тревога чудненько это смешанный голос причина почему его шея так сильно напряжена в том что это не самый легкий способ взять эту ноту он здесь до сих пор использует свой настоящий голос я думаю он здесь как раз таки под одними своих пассажей который скоро прервется и перейдет в более тонкое звучание понимаете это неразрывно и это впечатляет это было необычайно это же его классическая нота фа диез в миксе которую он показал нам в со с а напомню вам и там была еще одна нота это нота ми похожая на ту которую он исполнил ранее но она была намного плотнее чем та нота ми перед его переходом в ноту фа посмотрите как снизилось его напряжение в гортане когда он перешел в этот полутон к ноте фа мы и вовсе не слышали какой-то явный переход потому что когда он пел ноту ми он немного передохнул а потом вернулся назад и сменил позицию на ноту фа и это еще одна причина почему он такой высоко ценимый вокалист потому что мы не слышим никаких погрешностей в его голосе потому что он знает в лицо каждый полутон в своем диапазоне и управляет ими он знает потребности каждой ноты сколько нужно воздуха какой нужен голос какая плотность и какое завершение поэтому у слушателя возникает иллюзия что у него нет разрыва в голосе будто бы там нет никакого пассажа это было волшебно вот этот крохотный прыжок на дно ты минимализмы о а а а а а а это что реально я послушаю это снова шутки в сторону а это что птица это что кипящий чайник нет это снова димаш снова он у меня столько вопросов но я знаю что вы здесь чтобы получить ответы поэтому я попытаюсь ответить вам насколько это возможно флейтовый регистр флажолет да как вообще можно было такое выдать вероятно он прошел долгий и изнудительный путь чтобы сымитировать подобный звук нужно быть в позиции свисткового регистра это когда ваши голосовые связки натянуты и нужно создать небольшую щель овальной формы между ними чтобы воздух просвистывал сквозь эту щель и чем меньше щель тем выше блин слово щель так ужасно звучит тем выше нота представьте что вы мышка настоящая мышка и вы можете пищать и при этом скажите вау это все что я могу сказать об этом на данный момент я никогда раньше не слышала чтобы эта нота была воспроизведена человеком Димаш у нас делает много вещей на которые человек раньше не был способен удивлена ли я? нет на самом деле нет разочарована ли я? нет ну конечно же нет мы все здесь кое-что пропустили все тут шумят кричат нота Р8 нота Р8 а за мгновение до этого когда он делал вот так ничего не прозвучало а может это была нота повыше? нота которую мы слышали это нота Р8 ее частота около 4000 с половиной герц но люди не слышат звуки с частотой свыше 20000 герц так что возможно что он спел ноту которая в 4 раза выше чем вот эта мы просто не слышим ее может стоит включить вот этот момент когда он делает вот так включить это собачке и посмотреть на ее реакцию может она наклонит свою мордашку к этому звуку я включу это своей Дафни это моя собака я бы сделала это сейчас но она спит и мне знаете как то не хочется прервать ее сон и будить в ней зверя она у меня чихуахуа слушая его я бы вообще ничего не пропускала мимо ушей если это на самом деле так и он взял ноту свыше 20000 герц и все собаки теперь сойдут с ума буду ли я удивлена? нет черт возьми не буду я не буду я не буду я не буду я не буду Господи помилуй, мне бы прилечь, даже когда ты думаешь, что слышала уже все, появляется он. В последней реакции на Димаша я сказала, что нужно как-нибудь сделать развернутый анализ вокала Димаша, длительностью примерно в час, и я это сделаю. Но после сегодняшнего я понимаю, что мне нужно узнать и послушать его больше, чтобы я могла сделать такой анализ, всесторонний анализ, так что будьте на связи. Я просто покорена. Честно, каждая клеточка моего существа потрясена. А представьте, что это правда. И он взял настолько высокую ноту, что наше ухо просто не способно услышать этот звук. Я верю, что Димаш нас еще не раз удивит. Он еще такой молодой и я думаю, что он еще сделает много вещей, которые до него не делал человек. На этом все. Всех люблю, всех обнял. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok